Здравствуйте! На канале ФКТ время новостей в студии Инга Габешия и в начале коротко о некоторых темах выпуска. 50% мусора можно перерабатывать непосредственно в Сочи. В городе обсудили проблему вторичной переработки мусора. Вопрос подняли на очередном заседании экологического совета при главе Сочи. В Сочи соревнуются за звание лучших в деле новогоднего оформления. Улицы, магазины, поликлиники, парки и творческую фантазию сочинцев уже можно увидеть по всему Сочи. С нового года на курорте запустят новые маршруты, в том числе кольцевые и соединяющие центральный район с Лазаревским. Впервые общественный транспорт заработает и на улице Пятигорской. В Сочи появился свой Стоунхендж только в миниатюре и на пляже. Копию знаменитого каменного сооружения на Приморском пляже выстроил местный боксер. Оперативные службы Кубани на время зимних каникул переходят на усиленный режим работы. Об этом доложили губернатору на итоговом в уходящем году заседании оперативного штаба. Однако обсуждали не только вопросы безопасности в новогодние праздники, но и усиление контроля над миграционными потоками в регионе. Подробности расскажут коллеги из Краснодара. Полицейские, казаки, дружинники. Всего на охрану общественного порядка в регионе в новогодние праздники выйдут 19 тысяч человек. Оперативные службы в конце года переходят на усиленный режим работы. Круглосуточно дежурить будут дополнительные бригады пожарных, спасателей и медиков. Как на зимних каникулах обеспечить безопасность в каждом районе Краснодарского края, говорили на итоговом заседании оперативного штаба и антитеррористической комиссии. Полное межведомственное взаимодействие, полнейшее. Поэтому результаты 100% только от нас. Обеспечивая безопасность для других, мы обеспечиваем безопасность, в том числе и для себя. Я не раз повторял, не будет других дорог, торговых центров других не будет и кинотеатров не будет. Все в одни и те же пойдем. Мы на самом деле должны выкладываться на все сто. А самое главное, потому что даже в момент проведения новогодних праздников, даже в саму новогоднюю ночь, мы все равно с вами будем оставаться должностными лицами. Давайте не испортим ни новогодние праздники, ни рождественские, а для этого мы должны качественно, очень качественно к ним подготовиться. Особое внимание Венемин Кондратьев требует обратить не только на места, где пройдут детские утренники и новогодние елки, но и на безопасность самих перевозок. Ребят по всей Кубани на автобусах будут доставлять на праздничные мероприятия. За три с половиной года мы практически наполовину обновили сегодня школьный автопарк, но понимаем, что, конечно, на новогодние мероприятия будет привлекаться арендованный транспорт. И сегодня поставили перед руководителями образовательных учреждений задачу взвешенно подходить к выбору перевозчика. Серьезно следует отнестись и к местам массового пребывания людей. На площадях во время зимних каникул соберутся тысячи кубанцев. Их безопасность – главная задача для всех служб. Мелочей в вопросах защиты общественных пространств не бывает, поэтому глава региона поручил тщательно подготовить основные уличные площадки в городах и районах края. Огородите вы все подъезды бетонными клумбами, что сделано, я знаю, в Геленджике, в Анабе. То есть то, что мы изначально делали для того, чтобы на набережную не выехала никакая техника. И смотрится прилично. Но уже эту бетонную клумбу, которую краном ставить, уже никак не протаранишь. Поставьте один проезд, но если проезд есть один для пожарной или, не дай бог, скорой машины, там поставьте патрульную машину. Абсолютно правильно сказали. Не нужно бегать по всему городу. Нужно выбрать те места, которые действительно требуют защиты. Там, где наибольшее число предлагает мест поражения. В таком составе Краевой совет безопасности соберется уже в следующем году. Однако откладывать решения некоторых вопросов нельзя. Губернатор обратил внимание на усиление контроля за миграционными потоками в регионе. По поручению Вениамина Кондратьева в администрации будет создано управление, курирующее данную тему. Сегодня на Кубани легально работают больше 70 тысяч иностранцев. При этом половина из них по выданным трудовым патентам. Но существует ли реальная потребность в таком объеме зарубежных рабочих рук – тоже вопрос грамотной миграционной политики. В целом по легальной миграции, то есть я думаю, что там мы посредством миграционного управления координацию организуем. Потому что сколько едет человек, даже трудовых мигрантов, столько ли их нам нужно. И какие отрасли экономики, может быть, уже переизбыток испытывают в этих даже легальных трудовых мигрантов. Может быть, есть население наше, которое с удовольствием бы работало в этих отраслях. Немножечеткий расклад по полочкам. Какой дефицит мест, какой категории, какие нам нужны специалисты, рабочие. И тогда четко координировать. Что касается по нелегальным, то это вообще коллеги, еще раз подчеркиваю, дадут ответственности всех, в том числе, кто находится в любом муниципальном образовании. Начиная от коллег в погонах и заканчивая главами поселений. Грядущие праздники не станут каникулами для большинства чиновников и сотрудников оперативных служб, еще раз напомнил всем собравшимся глава региона. О всех экстренных ситуациях Вениамин Кондратьев потребовал докладывать лично ему. Александр Иванченко, Денис Перец, Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар. Тротуарная плитка из пластика, пеноблоки из пенопласта и строительство индустриального парка. В Сочи обсудили проблему вторичной переработки мусора. Вопрос подняли на очередном заседании экологического совета при главе города. Расскажет Ольга Десятого. Кирилл Парамонов занимается переработкой пластика. Из этого материала получается вот такая тротуарная плитка. Прочнее бетона, не боится сырости, высоких температур, хорошо моется и не скользит. Возможно, из такой плитки, изготовленной из фторсырья, уже совсем скоро будут укладывать тротуары на сочинских улицах. В Германии, например, это делают уже 20 лет. 4600 бутылочек из-под шампуня идет на дно производства. То есть мы понимаем, какой объем выброшенных бутылок из-под шампуня, либо же бытовой химии, мы перерабатываем в полезный и важный для города продукт. Другой сочинский предприниматель срубы деревьев перерабатывает в уголь для мангалов, а из использованного пенопласта изготавливает пеноблоки. Это маленькая вырубка из пеноблока. На самом деле его размер 50 на 30. То есть может использоваться в строительстве. Попробуйте, он легкий, удобный. Технологии по переработке фторсырья презентовали главе города Анатолию Пахомову, который заинтересовался идеями местных бизнесменов. А уже на заседании экологического совета подчеркнул, что такое современное производство поможет решить мусорную проблему на курорте. Мэр также рассказал, что 48% всех отходов в Сочи – пищевые. А это порядка 400 тонн выброшенных продуктов в сутки, которые можно было бы перерабатывать в индустриальном парке. Я уже дал вчера поручение главе Лазаревского района, чтобы у нас инвестиционное предложение на форуме было о том, чтобы создать индустриальную свиноферму, которая будет базироваться на том, чтобы заключила договора о утилизации пищевых отходов, вывозила. Если на этой ферме будет перерабатываться до 50% всего сочинского мусора, еще около 7% пластика, дерева и бумаги будут обрабатывать местные бизнесмены, то утилизации в Сочи будет подлежать лишь 30% твердых бытовых отходов. И мусорный вопрос на курорте таким образом будет практически закрыт. Также на заседании экологического совета Анатолий Пахомов поручил разработать генеральную схему озеленения Сочи. Для этого в каждом районе курорта нужно проанализировать дефицит деревьев и кустарников. Сочинская делегация приняла участие в 18-м съезде партии «Единая Россия», который состоялся в Москве. Сегодня же на заседании местного отделения партии Анатолий Пахомов рассказал о новых задачах партийцев в 2019 году. «Единая Россия» взяла курс на обновление. Об этом говорили на планерном заседании 18-го съезда партии. Участников поприветствовал Владимир Путин. Глава государства отметил, что в ряды единороссов вступают новые управленческие кадры, в том числе активная молодежь. Именно благодаря этому партия сможет выйти на новый уровень своей деятельности и стать прорывной в развитии страны. Также президент призвал прислушиваться к мнению граждан и в полной мере включаться в реализацию их инициатив. Делегацию от Сочи возглавил Анатолий Пахомов. Он отметил, что люди приходят в приемные «Единой России», как правило, с проблемами, решать которые необходимо сообща. Так, во время последнего приема на выезде за помощью к партийцам обратились 83 человека. Часто людям просто не хватает информации о нововведениях и ходе работ. Примером может стать и встреча лидера сочинских единороссов Анатолия Пахомова с многодетными матерями. Женщинам необходима была информация по поводу готовности инфраструктуры у земельных участков, которые выделены по федеральному закону. На встрече сочинки узнали, что дело не стоит на месте. Есть дорожная карта с четким обозначением, где и когда начнутся работы. Ни одно обращение не должно оставаться без внимания. Поэтому и мы, партия «Единая Россия», сочинское местное отделение должны этому уделить особое внимание. И, естественно, привлечь к тому, чтобы люди, не только члены нашей партии, но и другие могли проконсультироваться у нас и получить для себя ответ. И мы не должны бояться, скажем, открытого диалога, как и открытого общения с нашими людьми. 12,5 тысяч сочинцев являются членами партии «Единая Россия». Анатолий Пахомов попросил их избегать красивых слов, не обещать невозможного. Более того, люди зачастую предлагают важные для города решения, к которым следует прислушаться. Это и жилищно-коммунальный сектор, и социальное обеспечение, и здравоохранение, и образование. Анатолий Пахомов порекомендовал также активнее привлекать к работе волонтерские организации, в том числе волонтеров серебряного возраста. В Сочи осудили бывшего вице-мэра по ЖКХ за злоупотребление полномочиями. Суд признал Юрия Паломарчука виновным по делу о 115-миллионном ущербе городу и назначил ему год колонии-поселения. Чиновника подвел мусорный вопрос. Суд установил, что Юрий Паломарчук, который был председателем Совета директоров спецавтохозяйства по уборке города, в 2016 году незаконно передал полномочия единоличного исполнительного органа ООСАХ, управляющей организацией ООО «ТСМ», зная о кредитных задолженностях и убытках организации. Напомню, бывший замглавы подал в отставку по собственному желанию и полностью признал свою вину. 19 апреля Юрия Паломарчука заключили под стражу. В октябре он был отправлен под домашний арест. Сегодня же стало известно окончательное наказание, назначенное экс-чиновнику судом. Это год лишения свободы с отбыванием в колонии-поселения. Следствие полагает, что Паломарчук умышленно использовал свои полномочия, вопреки интересам службы, действовал из личной заинтересованности, желая повысить свой авторитет и скрыть настоящее положение дел в САХе. В настоящее время ООО «ТСМ» является банкротом, а спецофотохозяйство по уборке города взыскивает с него ущерб в сумме более 1 млрд рублей. Напомню, Юрий Паломарчук занимал должность заместителя главы города Сочи, курировал вопросы ЖКХ и городского хозяйства. С нового года на курорте запустят новые маршруты, а именно кольцевые номер 1 и 11. Они охватят основные улицы Центрального района, а курсировать будут с минимальным интервалом навстречу друг другу. Маршрут номер 1 будет следовать по улицам Донской, Виноградной, Курортному проспекту, 20-й горно-стрелковой дивизии, Янофабрициуса, Транспортной и возвращаться обратно на улицу Донскую. Маршрут номер 11 начнет путь от остановки Юбилейная. Далее поедет по улицам Новая Заря, Горького, Курортному проспекту, 20-й горно-стрелковой дивизии, Транспортной, Конституции, Виноградной и Донской. Оба маршрута будут останавливаться у торгового центра Олимп. Также дорожные изменения коснутся микрорайона Соболевка, который за последнее время очень разросся для организации транспортной доступности. Там будут запущены два новых маршрута. Номер 13 улица Лизы Чайкиной, Курортный проспект и номер 14. Последний будет проходить через улицу Пятигорскую, где ранее не ходил общественный транспорт. Также появится новый 76-й экспресс-маршрут до Головинки по дублеру Курортного проспекта. Он будет городским многотарифным маршрутом и соединяет Центральный и Лазаревский районы. А еще с Нового года изменятся некоторые действующие маршруты. С полным списком можно ознакомиться на нашем сайте fkt.com. К новостям вернемся после прогноза погоды и короткой рекламы. Не переключайтесь. Субтитры предоставил DimaTorzok Кубань, Рождественский базар, продукты и деликатесы для праздничного стола, подарки к Новому году и Рождеству, авторские изделия, аксессуары. 20-23 декабря «Жемчужина», вход свободный. Обновите гардероб к новогодним праздникам. В магазине «Дамский каприз» новая коллекция французской фирмы «Эвелин Болеро». В торговом центре «Сан-Сити» уже царит новогоднее настроение. Праздничные скидки до 50%. Они действуют до 31 декабря. Готовьтесь к Новому году вместе с «Сан-Сити». Северная 6. Часовой салон-магазин «Куранты» – штрих вашего стиля. Широкий выбор, доступные цены. Ждем вас по адресу. Улица Горького, 53, ЦУМ, 2-й этаж. 8-918-3243. Создай свой новый образ. Деловой или дерзкий. Эксклюзивные модели из новой коллекции французской фирмы «Эвелин Болеро» в магазине «Дамский каприз». Торговая галерея напротив Агропрома. Ах, как же утомляет эта новогодняя суета. Мотаться по магазинам, думать, что кому подарить и где это все купить. Хочется, чтобы все было проще. Торговый центр «Сан-Сити». Все подарки здесь. А сочинские полицейские сегодня провели акцию «Я выбираю свой путь». Очередная профилактическая беседа с сочинскими школьниками состоялась в школе номер 88 в поселке Беранда. Общеобразовательную школу посетили сотрудники отдела по делам несовершеннолетних, госавтоинспекции, члены общественного совета при УВД Сочи. В рамках профилактической акции «Я выбираю свой путь» Школьникам рассказали об основных правилах безопасного поведения на улично-дорожной сети города, их правах и обязанностях, об административной и уголовной ответственности за совершение преступлений и правонарушений, а также напомнили о требованиях детского закона. Представитель общественного совета при УВД провел с ребятами беседу о пагубном воздействии на организм алкогольной и табачной продукции. Напомнили ребятам о том, что административная ответственность за употребление алкогольной продукции наступает с 16-летнего возраста. Предупредили ребят и об опасности синтетических наркотиков, столь популярных сегодня среди подростков. Синтетический наркотик, который тащат в город, специально сделан так, чтобы со второго раза была вынужденная тяга попробовать еще раз. Сначала вам дают это бесплатно, потом вас ставят в определенные рамки. Вы начинаете думать, откуда взять денежку для того, чтобы приобрести приводы в милицию, соответствующие характеристики и сломанная судьба ваша и тех людей, о которых я говорил, то несет за вас ответственность. Убедительно, пожалуйста, запомните, пожалуйста, мои слова. Каждый из вас личный. В Сочи появился свой Стоунхендж, только в миниатюре и на пляже. Стоунхендж по-сочински выстроил местный боксер. Григора Сатрян признается, всерьез с физикой никогда не занимался, и так выстраивать камни – это его увлечение. Стоунхендж – одно из самых известных культовых сооружений в мире, одно из знаменитых археологических памятников на планете. Тем не менее, до сих пор не существует единой и окончательной теории относительно того, кто, когда и самое главное, с какой целью построил это сооружение. А вот сочинца Григора Сатрян строительство миниатюры Стоунхенджа успокаивает и умиротворяет. Говорит, это потому, что артефакт прошлых цивилизаций является мистическим монументом. За процессом строительства на пляже Приморский наблюдали десятки горожан. Зрители фотографировались с новой достопримечательностью, которая соседствует со скульптурой Нептуна. А талант местного боксера оценили бурными аплодисментами. Это я делаю, потому что это меня успокаивает. И мне очень нравится, что то, что я могу делать, это людей приятно, интересно. Никто не подсказал. Я нигде не видел это, когда я первый раз попробовал. Просто так решил, взяли и попробовал. И с первого раза у меня получался. Это было три года назад. После этого я никогда не попробовал. Ну, я думал, просто мне повезло. И как бы буквально 3-4 месяца назад я решил снова попробовать, как бы проверить сам себя, это просто мне повезло или я могу делать это. И оказывается, что могу. Новогоднее настроение в Сочи уже чувствуется повсюду. Улицы, магазины, парки – все в новогоднем убранстве. К слову, в городе проходит конкурс на лучшее праздничное оформление. Добрый день, ребята. Проходите к нам фотографироваться. С наступающим вас Новым годом. Вот так в ривьере уже встречают гостей. Конечно, детвору сложно завлечь фотографии с символом Нового года. А вот люди старшего возраста фотографируются с удовольствием. Другие могут сделать фото с живой обезьянкой. Четверхлетняя Алиса и годовалой Микки зимой в костюмах Деда Мороза. В парке, куда ни глянь, атмосфера праздника. А впереди еще много интересного. Мы ждем всех сочинцев и гостей курорта на новогодние каникулы. Для всех подготовленных и для взрослых, и для детей, развлечения. Особенно мы ждем родителей с детьми на наши новогодние представления, которые будут у новогодней елки на площади у Дельфинария. Театрализованные представления будут проходить с 1 и до 8 января. С конкурсами, призами, подарками. Вообще, ривьера нарядилась одной из первых. Здесь в новогоднем убранстве даже южная пальма. Красиво, необычно, а по соседству распустились розы. Вот такой в Сочи теплый Новый год. Парк ривьера, как и другие развлекательные учреждения города, участвуют в конкурсе на лучшие новогодние оформления. Ну, а, конечно же, главные ценители, особенно вечерние новогодние иллюминации, гости ривьеры. Даже в утренние часы их здесь много. Два раза в год приезжает в Сочи семейная пара из Лондона. Раньше Екатерина жила в нашем городе. Мы всегда ходим в ривьеры с детьми, когда приезжаем в Сочи. Сегодня было очень здорово, все украшено очень красиво на Новый год. Везде елочки, Дед Мороз. Вы видели Дед Мороз? Да. Понравился тебе? Да, очень. Посетители довольны. Это вселяет уверенность декораторов, что их труд будет оценен по достоинству. Ведь каждая гирлянда и световой короб добавляют очки участникам городского конкурса. В нем решили принять участие не только парки развлечений, домокультуры, но и банки, кафе, поликлиники и магазины. Победителей в разных номинациях назовут 27 декабря в Зимнем театре. Глена Овсец, Алексей Давыдов, телекомпания ФКП. В Сочи зацвело карамельное дерево. Парк Дендрарий круглый год удивляет и радует жителей гостей курорта яркими красками. Растения здесь цветут даже в декабре. И вот сегодня на кустах зимоцвета раннего зажглись цветы звездочки. Родина Химонантуса – Китай. Оттуда растение получило распространение в Японии, Иране и странах Европы. На каждом новом месте обитания растение получало и новое название – карамельное дерево, ледяной или восковой цветок. В России его прозвали зимоцветом за уникальную особенность расцветать в холодное время года. Стойкие цветы выдерживают даже минусовые температуры. Цветок может заледенеть на морозе, но выжить, а оттаив под лучами солнца, продолжить цвести и пахнуть. Именно за аромат его прозвали карамельным деревом. В его запахе переплетаются абрикос и сирень, апельсин и роза, белый чай и бергамот. Этот аромат очаровал австралийских парфюмеров. Они создали духи и туалетную воду с ароматом зимоцвета. На родине Химонантуса юные китаянки используют цветы карамельного дерева как праздничное украшение. В дни празднования китайского Нового года вплетают в волосы веточки с цветами-звездочками. Кубок России по фехтованию стартует в Сочи. Пройдет он с 21 по 28 декабря на базе Федерального центра спортивной подготовки «Югспорт». Турнир является вторым по значимости после чемпионата России. По традиции собирает сильнейший состав участников. На дорожке центра единоборств выйдут спортсмены, неоднократно добивавшиеся высоких результатов на крупнейших международных турнирах, Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы. В их числе олимпийские чемпионы 2016 года. Раперисты Алексей Черемесинов, Тимур Сафин и Инна Дереглазова. Саблистки, Софья Великая, Яна Егорян и Юлия Гаврилова. Кубок России также отличная возможность заявить о себе и войти в число кандидатов в сборную России для молодых спортсменов. В истории этого турнира немало случаев, когда на пьедестал почета поднимались фехтовальщики из юниорской возрастной категории. И на сегодня это все. Новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в социальных сетях Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram и в группе FKT ВКонтакте. В студии была Инга Габеши. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго. Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты Мика Бьюти и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты Мика Бьюти, макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok